Всем привет! Сегодня мы будем опять готовить. Но сейчас я буду готовить на скорую руку. И мало того, что я буду готовить блюдо, которое я уже сочинила на ходу. В общем, это, так сказать, переделанные ленивые голубцы. Только они будут еще ленивее. Потому что ленивые голубцы, я почитала в интернете, они либо делаются в духовке, но духовки здесь в этой квартире нет. Либо они просто обжариваются на сковороде, ну понятно, что с добавлением масла. Но так как я на диете, масло добавлять никуда не хочу, ничего обжаривать не хочу. То есть выбора у меня нету. В общем, что-то типа ленивых голубцов надо сделать, но в то же время без всякого масла, без всякой жарки, с отсутствием духовки. Поэтому это будет выглядеть как-то вроде соуса, но это будет приготовлено в мультиварке. Блюдо с фаршем. Фарш свиноговяжий. Я, как всегда, его делаю сама. Это свой фарш. Но также это блюдо подходит для тех, кто на диете, кто на раздельном питании. В общем, это блюдо я никак не называю. Это я не могу назвать ленивыми голубцами, так как голубцы, они имеют какую-то форму, так? А это будет бесформенное блюдо. Но с теми же самыми ингредиентами и приготовлено тушено все в мультиварке. Рис я ложить не буду, так как я не ем сейчас никакие крупы, никаких углеводов. То есть, по сути, там идет фарш, там идут овощи, те же самые овощи, которые я обычно ложу в голубцы. Мои дети, голубцы, которые завернуты в капустный лист, они просто в тарелке ножичком это все покромсают. И, в общем, по сути, в тарелке получается то, что я сейчас сделаю в мультиварке. Это все уже будет порезано. Покажу вам сейчас, какие туда идут продукты. И еще что хочу очень важное сказать. Вот я заметили, вы блюда, которые готовила уже, которые вы видели в видео, да, в основном у меня всегда в этих блюдах, ну, в горячих блюдах, в основном присутствует, я люблю очень сочетание, обязательно, болгарский перец, зелень, помидоры, лук. Вот это сочетание, оно дает какой-то свой аромат, какой-то вкус. Вот прям вот это сочетание вот этих продуктов. И у меня вот эти продукты всегда стараюсь, чтобы они всегда были в использовании. У меня дома, вот я купила пакет болгарского перца, еще осенью, когда он был на рынке, в общем, недорогой, да, и прям этот пакет я засунула в морозилку. Дома у меня он есть, запас, но здесь нету. Поэтому здесь я покупаю обычный болгарский перчик, который продается в магазине. Ну, он не сезонный такой, знаете, вот есть светофоры. Но это не важно, он тоже сочный, он тоже ароматный, он дает то, что нужно, в общем, просто дороже стоит и все. Помидоры тоже у нас есть, но, в принципе, если помидоров нет, то можно заменить томатом. Но если у меня помидор есть, я его положу. В общем, смотрите, что я приготовила, какие продукты у меня там будут. Итак, что мы видим из продуктов? В общем, мультиварка та же, вы ее видели уже. Вот у меня фарш и лук. Я сразу в тарелочку положила. Ну, фарша здесь, по-моему, где-то около половины килограмма. Я приблизительно все на глаз. То есть, у меня было вот немножко фарша, и я его кладу. Значит, я масло туда ложить не буду, но я немножечко налью воды, и типа термообработку мы сделаем в мультиварке этого фарша. Мы чуть-чуть добавим водички. Масла не будем добавлять, а водички, чтобы, естественно, оно не пригорало, там, ко дну не приставало. И включаю я режим жарка 10 минут. Ну, мясо у нас вот уже кипит. Надо его помешивать, чтобы оно со всех сторон не пожарилось. Оно не жарится, оно как бы термообработку проходит. Чтобы оно не взялось куском потом. Мясо у нас приобрело уже светлый оттенок. Там уже заканчивается режим жарка. Он на 10 минут рассчитан был. Можно сейчас даже посолить все это. Ну, я опять вкусную соль предпочитаю. Она, видите, там какая-то соль мелкая, и там есть травы всякие. Ну, она, правда, вкусная. И дает вкус. Осталось режиму до конца режима 3 минуты, но это уже не имеет значения, так как мы все равно не жарим это мясо. Оно у нас просто побелело. Теперь я кладу туда капусту, болгарский перчик, помидоры, лавровый лист. Перец болгарский был большой. Я от него там половину отрезала, и один помидор среднего размера. Зелень положим уже в конце, за 2 минуты там, или уже когда будет готово блюдо, я положу зелень, как в масыха, и уже потом выключу. Оно дойдет. Зелень не люблю, когда варится. Не больше 1 минуты, чтобы кипело. Все, теперь я добавлю немножко водички. Водички надо немного добавить, но это будет у нас вроде соуса, но не сильно, чтобы был бульон. Около стакана пока добавим. Вот только-только, вот только она чуть-чуть покажется где-нибудь там. Даже не показалось еще, но я считаю, что пока хватит воды, так как мы знаем, что овощи дают сок, и чтобы не было слишком много бульона. Лучше я потом водички долью, если будет не хватать. А сейчас я закрою и поставлю режим тушения где-то на 30 минут. Вот так. Если, как по мне, капуста будет недостаточно готова, ну, я тогда просто добавлю еще время. Я думаю, 30 минут должно хватить. Закрываю крышку, и я могу дальше заниматься своими делами. За что я все-таки уважаю мультиварку? За то, что не надо над ней стоять. У меня просто на это блюдо было очень-очень мало времени. В общем-то, я спешу. И поэтому я быстренько порезала эти овощи. Мне на это ушло минут 5-7. Быстренько вот это все положила сейчас в мультиварку. В общем, вы видели, заложила. В общем, все овощи одновременно. И включила режим, и я иду дальше заниматься своими делами. Потом уже, когда останется, или уже когда пройдет 30 минут, запищит, заделинкает мультиварка. И тогда я положу зелень, и выключу ее просто совсем. И все, она немножко постоит-настоится, можно будет есть. Что получится, не знаю, потому что вот такое вот сейчас я приготовила первый раз. В общем, такое, скажем, бесформенное. Но я думаю, что вот из этих продуктов совсем плохое не должно ничего получиться. Ну, по крайней мере, попробуем, что получится. Понравится, буду готовить так. Потому что, вообще, я вам хочу сказать. Дочка просила, чтобы я приготовила соус. Но соус картошка, а картошку я не ем. Не могу же я готовить кастрюлю ей, кастрюлю мне, или как бы на одну порцию. В общем, поэтому я и сказала, давай я приготовлю вот вместо картошки, просто это будет капуста и фарш. И, в общем, должно получиться на вкус голубцов. Типа соус, но на вкус голубцов. Она говорит, ну, давай пробую, экспериментирую. Потому что она знает, что я экспериментирую много на кухне. И практически всегда у меня всё удаётся, и получается всегда всё вкусно. Иногда бывает невкусно, если я рецепт взяла из интернета. Поэтому в интернете может много быть рецептов, а бывает, его начинаешь делать, а он вообще совсем непонятно, что получается. А я уж, по крайней мере, я вам правду скажу. Если это не понравится, или это будет невкусным, или вообще каким это будет, вот когда мы с дочкой попробуем, мы честно вам скажем, что это из себя представляет, вкусно это или нет получилось. Ну, оставайтесь с нами и ждём, когда уже я положу туда зелень, выключу всё и попробуем это блюдо. Прошло только 5 минут, но запах, вот оно уже закипело, и запах идёт обалденный. Вот я вам говорила, сочетание этих продуктов даёт уже нереальный запах. Уже можно сразу влюбиться в это блюдо и уже сразу захотеть его есть. Вот просто пахнет нереально. Ну, ждём, когда будет готово. Осталась 1 минута до конца приготовления мультиварки. Мои уже с детского садика прибежали, всё время и нету. В общем, там всё готово. Сейчас вам показываю. Вот. Звонок прозвенел. Я всё это уже перемешала, чтобы мясо перемешалось с овощами. Попробовала на вкус, всё очень вкусно получается. Сейчас я закладываю зелень. Ещё раз быстренько всё перемешиваю. Закрываю крышку и всё. Я выключаю совсем мультиварку. Оно постоит, сейчас настоится минут 10, можно будет кушать. Ну, смотрите, у нас получилось бульона немного. В общем, я думаю, что это будет вот как бы соус, да? Если кому-то нравится больше бульончика, то можно в процессе варки ещё чуть-чуть больше водички добавить. Я не люблю, когда слишком жидкое, и поэтому я делаю так густоватым. Сейчас положу в тарелочку, будем пробовать. Что бабуля тут приготовила? Денина бабуля, моя бабуля. Давай, пробуй. Выглядит очень круто. Как больше. А, горячая, подожди. А ты подуй. Ммм, капуста моя любимая. Как вкус? Вкус как голубцы. Ничего, что там риса нету? Я даже не заметила ещё. Это ты мне положила, я могу всё съесть? Да, конечно, я сейчас покажу ещё поближе. Очень вкусно. Очень вкусно. И больше слов нет. Очень вкусно. Ты голодная? Ну, кушай на здоровье. Спасибо. На здоровье. Ну что, мои хорошие, блюдо понравилось моей дочке. Я тоже попробовала, мне тоже очень понравилось. В общем, я буду такие типа голубцы готовить. Блюдо без названия. Придумайте название сами. Ленивые из ленивых. И на скорую руку. В общем, кому понравилось моё видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Попробуйте. Пока-пока. 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 Продолжение следует...